В районе Серебренского лесничества российские силы ударили по боевикам бригады спецназначения АЗОВ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС России Центр Александр Савчук. В районе Серебренского лесничества ударами авиации огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизирования бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения АЗОВ. Потери противника составил до 30 боевиков, сказал офицер. По его словам, на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ. Кроме этого, отметил Савчук, экипаж фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка. Армяно-американские военные учения пройдут в сентябре в Армении. Их цель – повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий, сообщили в прислужбе Минобороны Республики. В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении 11-20 сентября на базе учебного центра ЗАРК, Миротворческой бригады и учебного центра Минобороны пройдут совместные армяно-американские учения «Игл Партнер-2023», отмечается в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. По данным армянского Минобороны, в ходе учения будут отработаны операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Министерство иностранных дел Чехии допустил проведение президентских выборов на Украине, передает РИА Новости. Организация выборов в условиях военного конфликта между Россией и Украиной регулируется украинским законодательством. «И как бы сложно не было бы, мы считаем, что их можно будет организовать в следующем году», заявил пресс-секретарь чешского ведомства Даниэл Дрей. По его словам, Прага готова помочь Киеву в этом вопросе. Однако чешские власти пока не получали конкретных запросов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок на следующих выборах главы республики. Он также дал обещание, что не бросит Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточно-Азиатский саммит, передает корреспондент РИА Новости. Восточно-Азиатский саммит – платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения, развития и продвижения практической кооперации между государствами. МИД России не анонсировал каких-то возможных контактов российских представителей с американскими. Министр, как отмечал официальный представитель ведомства Мария Захарова, в рамках пребывания в Джакарте проведет серию встреч с региональными партнерами. После Индонезии министр отправится в Багнадеш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова